Это программа Вести в пути. Я ведущая Ольга Стельмах. Горные реки, водопады, мистический остров желаний и завораживающие виды природы. А еще рыбалка, где сплошная поклевка. Не верится, а это все рядом. Сегодня отправляемся на Саяно-Шушинское водохранилище. Места труднодоступные, поэтому мы присоединяемся к группе туристов. Организовал ее туроператор район номер 9. Вместе с нами будут покорять малоизведанные просторы гости из Татарстана, Красноярского края и, конечно, жители нашей республики. Мы начинаем свой маршрут здесь, на самой живописной набережной Хакасии в поселке Черемушки. Она тянется практически 2 километра вдоль Енисея и выполняет две своих основных задачи. Помогает сохранить берег от размывания и позволяет насладиться этим великолепным видом. Сама набережная асфальтирована, автомобильное движение здесь запрещено, но есть велосипедная дорожка. На всем протяжении оборудовано несколько спусков к воде. Енисея встречает удивительным пейзажем. Тот, кто увидит эти красоты впервые, устоять точно не сможет. Красиво, чисто, вернуть хочется. Если повезет, отсюда можно насладиться и видом дикой природы на безопасном расстоянии. С того берега зачастую за прохожими наблюдают пара, а то и больше глаз. Часто, когда прогуливаешься по набережной, можно увидеть, как медведи согуляют с медвежатами. Как козлы пасутся на горе свободно, не боясь, как говорится, ни людей, никого. Набережная соединяет поселок гидроэнергетиков и место, где природная мощь реки встречается с мощью технической. Чудо инженерной мысли Саяна Шушенская ГЭС. Крупнейшая гидроэлектростанция России. Ее высота 242 метра. Для сравнения немного цифр. Вот эта надпись названием «Страны Россия самая крупная во всем мире». Ее длина больше полукилометра. Над ее созданием работали сразу 15 художников. Ушло больше тысячи банок краски. Плотину проектировали с учетом сурового климата Сибири и возводили поэтапно десятки лет. Одну из самых эпохальных строек советского времени, несомненно, стоит увидеть воочию. Я на самом деле очень сильно впечатлена масштабами. Мощь, красота, природа, сочетание всех стихий. И на самом деле Хакасия – это республика пяти стихий. Вода, земля, воздух, камень, что ли. И люди. То, что сотворено человеческими руками, это вообще меня настолько поразило. У меня аж мурашки потелывают. Из интересного на смотровой памятник создателям плотины. Все герои – реальные люди. Скульптор при его создании работал с архивными фотографиями. Кстати, только здесь можно встретить единственный в России бесплатный трамвай. Он ходит от поселка Черемушки до гидростанции. Для Хакасии такой вид транспорта вообще уникальный. Больше трамваев во всей республике не найдешь. Ну а наш путь продолжается к месту, которое не увидишь со смотровой площадки, на обратную сторону плотины. Переезжаем на правый берег Енисея по старому железнодорожному мосту. Дальше только грунтовая дорога. Буквально с серпантином огибает горы. Доехать на машине можно до залива Джойская сосновка. Отсюда передвижение исключительно по воде. Саяно-Шушинское водохранилище входит в перечень 70 стратегических водоемов с запасом питьевой воды. Его роль для работы крупнейшей гидроэлектростанции неоспорима. Но сегодня мы расскажем о другом его предназначении – туризме. За что так полюбилась путешественникам акватория Саяно-Шушинского водохранилища. Глубина водохранилища в отдельных местах достигает 150 метров. Это высота 50-этажного дома. Крутые берега, по обеим сторонам густая тайга. Нет интернета и мобильной связи. Огромные водные просторы долгое время оставались совершенно дикими. Сегодня это новый, для многих даже местных жителей, неизведанный туризм. И тут главное – выбрать подходящий причал, чтобы кинуть якорь. Сориентироваться поможет туроператор район номер 9. Отдых, несмотря на дикие места вокруг, организован здесь со всем комфортом. К примеру, эта плавбаза подойдет для размещения большой компании. О всех тонкостях расскажет Артем. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что такое изюминка плавбазы? Ну, вообще наши комплексы подразумевают разные виды отдыха. Конкретно, если уже взяли про эту базу, то эта база больше подходит, наверное, для бизнес-встреч. То есть, если мы с кем-то на полях, скажем так, ресторанов, всяких городских джунглей не можем найти общий язык, договориться о каких-то деловых встречах, то именно привезя сюда, человек раскрывается, как говорится, свои внутренние чакры и готов к дальнейшей работе, к каким-то обсуждениям. Это идеальное место, когда хочется побыть наедине с природой, при этом не расставаясь с привычными благами цивилизации. И можно преодолеть сотни и даже тысячи километров ради одного только этого вида. В каждом номере все, что нужно для комфортного размещения двух человек. Отдельный санузел, душ, при желании собственный повар. А еще мобильная связь, интернет, круглосуточный свет и горячая вода. Что действительно, настоящее чудо в этих краях. Вот отдых, как здесь он был раньше, то есть здесь были избушки. Даже если они были на плаву, это были все равно избушки. То есть, а мы это все вывели на современный уровень, убрали генераторы, сделали все на солнечных панелях, не вредим природе. То есть, все отходы у нас уходят в миссераторные баки, потом все утилизируется. То есть, все полностью экологично, используются дорогие краски, масла, которые не вредят никак природе. И мы здесь именно за природой и показать людям природу. И, конечно же, что еще манит сюда отдыхающих, это панорамные виды. Когда мы сюда подъезжали на катере, мы обалдели, конечно, от такой красоты. Проснулся, шторки открыл. И красота. В следующий раз, я думаю, уже приедем с детьми. Есть варианты пришвартоваться и семейным. Небольшие дома на воде подарят уютный отдых. Отделка деревом, огромные окна и детали интерьера. Все для того, чтобы проблемы остались за бортом. Ну, во-первых, необычно, потому что там дом на воде находится. Прикольно иногда так качает. Вот, баня классная. И после бани воду. Ну и просто классный отдых на природе. Баня, как отдельное наслаждение для души и тела. Для начала можно разогнать жар свежим таежным веником, а затем охладить пыл. Обалденная вода просто. Закаты и восходы из залива не увидишь, но в теплом солнечном свете они столь же прекрасны, как завтраки и ужины на свежем воздухе в эти моменты. В меню в основном рыба и овощи на гриле. В заливах можно порыбачить прямо с пирса. У берегов кормится щука. Экземпляры попадаются впечатляющие. Нормальный килограмм, два с половиной едика. Да, два пятьсотка всяких. Второй день выходим на воду. Задача подняться до верховья Енисея, на катере, а затем преодолеть пороги горной реки. Река Кантигиря такая бурная, настоящая, сибирская. Очень широкая, очень продолжительная река. Наверху которой много озер, она очень продолжительная. Но вот по самому руслу, где мы можем идти на катере, нам еще идти, к нему осталось около 20 километров. То есть общая протяженность 36 километров. Мелководие и бурные пороги на катере не преодолеть. Пересаживаемся на аэролодку. С непривычки адреналин обеспечен. Но конечная цель бесспорно оправдывает путь. До ближайшего населенного пункта 40 километров. Попасть сюда можно только по воде. Непроходимые места и привлекают туристов. А еще тут даже воздух другой. Вдыхаешь и, кажется, чувствуешь его вкус. Река Кантигир известна своей рыбалкой. Косяки Хариуса стоят возле перекатов. Сидеть на берегу в ожидании поклевки долго не приходится. Первый раз забросил, сразу вытащил. Портовый. Решили тоже испытать удачу. Обещают, что здесь везет даже новичкам. Сейчас проверим. Маленький. Отпускаем. А если вы не поклонник рыбалки и любите более активно проводить время, вернуться обратно можно на плоту. Важно преодолевать пороги лучше в сопровождении опытных инструкторов. Кантигир, он как раз такая река золотой середины. По равнинным рекам неинтересно сплавляться. По сложным там тоже мастерство не особую роль играет. Дело случая там. Вот Кантигир, он такая река, когда и все время интересно, и сложно в меру сложно. И при таком разумном подходе, при опыте, все эти там пороги, препятствия, они проходятся даже группой такой, который состоит там из новичков. На обратном пути останавливаемся у лога. Вверху густой лес и громкий шум воды. Здесь определенно есть что посмотреть. Для подъема узкая и крутая тропа. Главное не прогадать и заранее надеть удобную обувь. В горах у берегов водохранилища бегут настоящие водопады. У каждого своя история и свое название. Вот, к примеру, этот прослыло у местных катушкой. Десятилетия назад по этому склону спускались стволы деревьев. Их заготовка велась на самой вершине. Вода бежит кристально чистая. Время в этих удивительных местах, кажется, и течет медленнее. Никакой суеты. Но пора возвращаться домой. Впереди крайний причал. Заглянем в самое мистическое место этого края. Если Саяно-Шушенское водохранилище исполняет желания, то именно здесь. Для этого в акватории есть целый остров желаний. Инструкция проста. Вспомнить заветную мечту, добраться до этого места, кинуть монетку. И все, желание скоро сбудется. Сразу предупреждаем, с желаниями стоит поторопиться. Сейчас ГЭС пополняет запасы и уровень воды к осени резко повысится. Остров полностью скроется. Останется видна лишь макушка. Плюс ко всему, когда он исчезает, своей структурой острова, а структура у него сыпучая, все монетки оставленные по загадыванию желаний, остров прячет под своими, вот такой, под этой фракцией сыпучей. Поэтому все желания, кто хочет, и действительно, чтобы они сбылись, нужно загадывать до августа месяца. Далее это просто будет невозможно. Остров скроется под толщей воды, и это будет сделать, ну, нереально. Верить или нет, острову желаний решает каждый сам. Но монетки бросили все. Отчасти из-за приметы оставить ее там, куда хочется снова вернуться. Пока сияй! Я люблю тебя! Наше путешествие подошло к концу, и мы в очередной раз убедились, что в наших краях еще много мест, которые могут удивить самых искушенных путешественников. И одно из них – Саяно-Шушенское водохранилище. А чтобы было проще организовать отдых, лучше довериться профессионалам. Туристический оператор район номер 9 предлагает тур «Все включено». Перелеты, трансфер, питание, прокат снаряжения и водной техники – специалисты все возьмут на себя. Вам останется только самый ответственный момент – наслаждаться путешествием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова